В зале музея-заповедника Горки Ленинские, где традиционно ставят спектакли, снова слышится веселый смех. Сегодня здесь самые благодарные зрители – дети. Для них сотрудники учреждения каждую субботу проводят различные мероприятия. В этот раз ребятам показали спектакль совета доктора Пилюлькина о том, как правильно обращаться с лекарствами, почему важно посещать врачей и как беречь свое здоровье. Демонстрировать поучительные постановки – главное правило. После каждой дети еще долго находятся под впечатлением. Фолк взял немытую грушу из гелы, и у него заболел живот от груши. А нельзя брать немытую грушу, потому что может сильно заболеть живот. А в холле работали мастер-классы. Добрый шляпник, художник по профессии, который в каждом ребенке видит волшебника, учил всех желающих разукрашивать заранее изготовленные из гипса фигурки. Гномы, ангелочки, котята приобретают индивидуальность с помощью акриловых красок и фантазии детей. Я хотел бы, чтобы ребенок почувствовал себя волшебником, потому что многие вещи он впервые здесь открывает. Мир красок. Во-первых, он приобретает здесь себе друзей. Например, гномик у меня так и называется «Волшебный мир гномов». А это как символ крепкой дружности семьи. А за соседним столом в преддверии праздника Пасха проходит другой мастер-класс по росписи пасхальных яиц. Людмила, расскажите, как правильно разукрашивать эти яйца? Пасхальные яйца должны быть обязательно красного цвета, потому что идет ассоциация красный угол. Он не из-за того, что красный, а из-за того, что красивый. Красный цвет – это цвет оберега. Действительно, вот это вот красное яичко будет вас оберегать до дальнейшей Пасхи. Это же целый год. Обязательно крест, ну и символичные буквы ХВ – Христос воскрес. Это вот те слова, которые мы говорим, когда поздравляем себя друг друга с великим праздником. Сотрудники город Ленинских уверены, такие детские субботы служат не просто хорошим досугом. Главная цель – привить ребятам любовь к музейным ценностям. У нас часто происходят выставки, у нас происходят разные мастер-классы, чтобы они приучались к культуре, чтобы они выросли в правильном направлении, если так можно сказать. Потому что мы прививаем к культуру. Какая она, вот русская культура наша, живопись. Мы всегда проводим мастер-классы по живописи. Все приходят, взрослые дети приходят. И мы хотим, чтобы был большой поток музея, чтобы наш музей наконец-то зажил новой жизнью, жизнью молодежи, детей. С афишами детских мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте музея-заповедника, а также в социальных сетях учреждения. Следующий спектакль и мастер-класс состоится 31 марта. Юлия Погосян, Владимир Андреанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.